Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Карапенко. Это краткое видео мы посвящаем вопросу, что такое консалтинг и кто такой консультант, и заодно, чем консалтинг отличается от коучинга и, соответственно, чем консультант отличается от коуча. Итак, друзья, давайте я вам приведу несколько примеров, и сразу нам станет с вами понятно, если вы еще не вдумывались в это, не изучали этот вопрос, кто же такой консультант и так далее. В принципе, консалтинг, а это все от английского слова, консультировать, консультации, он официально популярен и на слуху у людей, особенно в наших странах русскоязычных, намного-намного дольше, чем коучинг. Почему? Потому что, смотрите, в принципе, возьмем финансы и аудиты. Финансовый аудитор – это как бы финансовый консультант чистой воды. Психолог, особенно, давайте даже скажем, может быть, психиатр, ну, короче, психолог. Психиатр – это консультант чистой воды. Почему? Они консультируют людей. Что значит консультировать? Это значит очень просто. Приходит человек к вам, у него какая-то проблема, а вы консультант. Человек озвучит вам эту проблему, вы, по идее, как это должно быть в идеале, думаете, сможете ли вы ему помочь или нет, своими консультациями, хватит ли у вас квалификации. Допустим, вы, то есть, вам может понадобиться время изучить этот вопрос. Может быть час, а может быть два месяца. По-разному в мире происходит, смотря какие масштабы проблемы. И потом вы, например, озвучиваете свой положительный ответ. «Да, я могу вам помочь». Хорошо, окей. И вы консультируете, вы даете конкретные советы. Смотрите, простой пример. Какая-то консалтинговая фирма, к ним обращается клиент, который в позапрошлом году заработал чистой прибыли, допустим, 20 миллионов долларов, а в прошлом году, незадолго до этих консультаций, допустим, 10 миллионов долларов. Клиент, как бы, вроде бы и понимает, какие причины, но недопонимает. Ну, вроде бы, все то же самое, каких-то страшных кризисов не было. Ну, почему упала так прибыль? И он озвучивает не просто проблему, он озвучивает еще свое желание. Желание какое у нас? В следующем году или в этом году опять идти на уровень, допустим, 20 миллионов долларов прибыли, а в следующем году сделать там 25. Окей, ну, проблему. Он говорит, консультант думает, или группа консультантов вникает в этот вопрос. Для этого клиент должен предоставить ему все те сведения, которые консультант хочет, которые ему нужны. Это могут быть финансовые отчеты, какие-то менеджменты, отчеты, маркетинг, стратегии и так далее, и так далее. Отчеты по кадрам, по людям. То есть, если человек, клиент, не предоставит какие-то данные консультанту, консультант не сможет его качественно проконсультировать. В результате либо он откажется, по идее, либо консультировать он будет, но этот консалтинг не будет иметь такого эффекта, положительного эффекта. Так вот, предположим, клиент все эти данные дает. Сколько происходит процесс вникания консультанта в проблемы? Я же уже говорил, кто его знает. Смотря масштабы какие, сколько что нужно изучать. Если это психолог, например, и он консультирует женщину, которая проблемы с мужем, это может быть там 2-3 дня. Они пообсуждали, становится понятно психологу, в чем дело. Но, опять-таки, с его субъективной точки зрения, потому что истина, кто его знает. У каждого, как бы, правда у каждого своя, истина одна. В данном случае, я думаю, истины тут и не существует. Все субъективно, потому что все проходит через призму наших с вами разумов каждого. Но, предположим, 2-3 дня, и нет. А если это корпорация какая-то, у которой сотни миллионов, миллиарды оборотов и так далее, тут за 2-3 дня, это может быть, наверное, 3-4 месяца только вникать, ездить по разным филиалам, иногда изучать. И тогда серьезная консалтинговая фирма говорит, так, мы сможем вам помочь. Окей, тогда директор, даже клиент, садится из серии консультаций. Консультант говорит, так, у вас упала прибыль в прошлом году, потому что на рынок вышел конкурент, там, Сидоров, и так далее. У него намного лучше на уваженном отношении с клиентами, доверие, и так далее. Это раз. Во-вторых, Сидоров аллопирует, там, это пора, это два. Там, в-третьих, Сидоров более проблем, ну, это три. Кто-то говорит, ну, в принципе, да, ну, да. Кроме того, смотрите, вы раньше, допустим, если это сфера, там, какая-то общественного питания, у вас раньше, там, было в вашей сети ресторанов, там, курочки еще бесплатно, салфеточка, а теперь салфеточки нет, в районе Чепухня, из-за этой салфеточки люди меньше ходят к вам, потому что, ну, да. Плюс, говорит, смотрите, вы раньше, вы упразднили, вот, смотрите, у вас было дело для детишек, там, чтобы они играли, да, с ними игрались, а родители отдельно кушали, а потом вы поубирали эти отделчики в части своих ресторанов, и людям это не то, чтобы не понравилось, просто им уже неудобно, да, детей не пододевать, не дают спокойно поговорить и так далее, и так далее, из-за этих мелочей, список этих мелочей, мы считаем, что у вас была прибыль. Плюс, вы увеличили, вы начали закупать более дорогое, там, оборудование, мебель туда, вот, если вы в прошлом тратили в среднем год, наоборот, это мебель, там, допустим, три миллиона долларов, стали тратить пять с половиной, ну, извините, вот, раз, мы уже два с половиной миллиона откушали, вот, вашей прибыли, а у вас мебель была и раньше классная, и людям, что тогда хорошо сиделось на каких-то дубовых стульях, а сейчас на буковых стульях, ну, матнее, ну, и суток, ну, да, действительно, и такой вот строится перечень, и так далее, этого всего, и потом консультант говорит, а теперь, как говорит, я так условно его говорю, он, например, в письменном виде, огромные отчеты, тысячи страниц, а теперь те рекомендации, которые конкретно при соблюдении каких, которых мы считаем, вы за год выйдете, опять, на, то есть, там, мебель больше дорого еще, не закупать, и детские уголочки, вернуть софтеточки, вернуть Сидоровым, организовать коалицию или какой-то партнерство, иначе он вас съест, просто задушит, и так далее, и так далее. Значит, Иван Иванович, директор корпорации, сидит, в принципе, да, значит, консультант спрашивает, вы согласны, исполнять будем, кризмом будем, все подписывается, цена, и, а консультантам уже заплатили, кстати, да, то есть, в консалтинге за консультации платится, как бы за, за обычно, как вам сказать, по-разному, конечно, но, наперед, почему, потому что, а как иначе консалтинговая фирма будет существовать, если они будут ждать результат, а Иван Иванович может не достичь результата не потому, что консультант что-то нехорошее ему там сказал, а потому, что Иван Иванович не так делает то, что им говорят, и так далее. Получается, эффект может быть достигнут не такой, а консультант же не может влиять на Ивана Ивановича, как свыше, как бы, конкретно давать ему приказание, поэтому консультант потом может не получить свои деньги, потому что он скажет, смотрите, вы умны, ну и так далее, чтобы я не отвлекался, смотрите, друзья, Я думаю, вы понимаете, консультант – это консультация. Конкретно изучается проблема, конкретно выносятся потом рекомендации. Психологию точно так же. Про мужа мы упоминали, да? Жена с мужем, значит, у меня проблемы, и так далее. Психолог поизучала, обникала, и говорит, так, с мужем развестись, ну, например, раскройте свой потенциал, там, свою душу, раскройте ваш цветочек, расцветите, и так далее, цветите, найдите себе нового, потому что он у вас умилитает, и так далее, и так далее. Женщина подумала, ай, тут, что ли, правда, действительно, все, пришла домой, я больше тогда жить не буду, и варюю. Вот консалтинг. Это, я не скажу, что оно проще. Сам процесс взаимодействия, более четко выраженная вся эта какая-то ступенечка, они более явные. Теперь смотрите, коучинг, да? В одном из видео, там, мы обсуждали. Коуч старается, чтобы человек свои цели сначала предлил, что его не устраивает, потому что, зачастую, мы думаем, что нас не устраивает финансовая сторона, особенно в русскоязычных странах, вы понимаете, да, что... уровень финансового дохода такой, что деньги – это самая-самая-самая насущная потребность большинства людей. За рубежом скажут то же самое, и немцы, и французы, и англичане, что они таки-то страдают, там, понимаете, на свои 5 тысяч долларов в месяц, прямо еле-еле выживают. Я с этим абсолютно как бы не согласен по сравнению с нашим. Факт остается фактом. Доходы в русскоязычных странах у людей, у абсолютно преобладающей массы населения, копейки по сравнению с Америка, Австралия, там, Грекабритания и так далее. И поэтому для наших людей финансы стоят не просто на первом месте, а только пьедестал, да, и финансы за золотой цепочкой. И большинство людей хочется улучшить свое финансовое положение. То есть, чтобы хотя бы человек... Вы сразу скажете, я хочу денег. Вот, допустим, спросите, ну, что здесь ты хочешь денег? Ну, только пытайся как-то чуть-чуть более очертания. Одно дело, ты хочешь миллиард, а другое дело, ты хочешь 100 тысяч долларов в месяц. А третье дело, ты хочешь 1000 долларов в месяц, ну, чтобы оно тебе капало на шару, так сказать, чтобы ты ничего не делаешь, чтобы ты футбол смотрел. Все это очень-очень-очень имеет большое значение. И вот коуч пытается выяснить с человеком, что же он на самом деле хочет. Это очень бывает сложно. Более того, зачастую люди, не всех людей можно как бы, ну, каучировать, потому что не всем людям дано вообще соображать не то, что чего они там хотят, а вообще, кто он, что он или она, где он находится, что с этим делать и так далее. То есть человек, если он существует в каких-то рамках какой-то реальности, вот он себе существует, тут он вдруг посмотрел какую-то модную передачу, у него засветилось, он говорит, о, я тоже хочу такого-то каучивания и так далее. Хотя, ну, в общем, как и не каждый психотерапевт, как вот Зигмунд Фрейд писал, не все клиента можно вылечить, это однозначно. И психиатр должен иметь мужество отказаться от, иначе тот клиент его своим маразмом затягивает просто в болото и, в общем, с ума сойдут оба. И клиент, и психиатр. Так и здесь. Не каждого человека можно целесообразно каучировать. Должна быть мотивация. Но коуч старается не давать конкретных рекомендаций. Он старается пробудить в человеке самостоятельное мышление, самостоятельную реализацию, осознание своих приоритетов и так далее. Затем, за определенное время, коуч встречается, ну, обычно регулярно как-то встречается с клиентом, причем не важно, это лайф-коучинг так называемый, где, чтобы развить потенциал, или финансовый, можно ведь и директоров корпорации то же самое. И вот они встречаются и так далее, и обсуждают, обсуждают, обсуждают. То есть одни обсуждения. Коуч старается не советовать. Однако, как я уже упоминал, бывает и советует. И вот мы подошли с вами к одному очень важному пункту. Коучинг и консалтинг, они пересекаются. Нет четкой границы между коучингом и консалтингом. Если вам кто-то будет говорить, что это не так, что это должно быть именно так, вот так. Я к этому сиюму об отношусь, потому что кое-что читал, кое-что видел. Я постоянно общаюсь с людьми, постоянно помогаю им улучшить свое состояние. Даже английский. Зачастую человеку нужен не английский, человеку нужны какие-то цели в жизни. Мы совместно к ним идем. Английский это только инструмент. Поэтому нет никакой четкой грани. Вообще нет никакой четкой грани. И вообще нигде не прописано в словарях, может быть, вы найдете определение коучинг, консалтинг современных, но чтобы там конкретно было написано только вот это определение и все, а в другое все неправильно, нет. Какого вы себе коуча представляете, такого вы себе будет. Какой вы процесс себе представляете, то же самое и консалтинг. Итак, друзья, подводя краткие итоги этому видео, консалтинг это консультирование, это вынесение рекомендаций, представление рекомендаций и желательно отслеживание процесса этого прогресса у клиента. А коучинг это считается более такой креативный, виртуозный процесс, когда человек пытается помочь другому человеку не путем рекомендаций, потому что советовать все могут. И соседка Маша может, и Наташа, и бабушка Оля, и бабушка Света, все советовать гораздо, у человека вот такая голова и так далее. И если, не дай Бог, начинает следовать их советам, то в результате обычно получается какая-то катавасия, ни к чему хорошему не приводящая. Человек действительно должен достичь чего-то сам. Это будет именно его. А так как оно достигнуто его сознанием и устремлением, это для него самое хорошее, самое подходящее. Этим коучи занимаются. Это непросто. То есть это с одной стороны очень просто, а с другой стороны очень непросто, как мы себе это поставим. А консультант советует, рекомендует, обычно консультант является экспертом в какой-либо области, например, в финансах, в спорте, в диете, в психиатрии, в архитектуре, где угодно. Он суперэксперт и он поэтому консультант. Коуч, он не обязательно должен являться суперэкспертом в какой-то области знаний, умений и так далее. Он может, если он умеет в человеке включать вот эти включатели человеческой самостоятельности и креативности, молодец. Он, конечно, желательно, чтобы он в теме, которую они обсуждают, конечно, разбирался, но хотя бы у него был жизненный опыт какой-то, что ли. Поэтому часто вызывайте нашу улыбку, когда я никого не хочу задеть, но когда паренек 21-летний, он суперсертифицированный коуч, какие-то коучи говорят в академии, и он коучирует дядей по 45 лет, которых, я не знаю, ну, это он у них должен учиться, у этих дядей, как человек. Ну, это такое дело. Все мы, если человеку это нравится, если это его, и тем более, что коучи, консультанты, связаны с деньгами, особенно за рубежом, там довольно большие суммы вертятся, семизначные суммы в долларах, ну, нормальный коуч, уважаемый в мире получает и платится там обычно раз за год, корпорации платят или обеспечены люди, то есть за год наперед, как бы, как контракт, он заплатил ему там 100 тысяч долларов, и он их, как бы, отрабатывает, и так далее, и так далее. Это у нас тут коучинг за час, там, 50 долларов, вы знаете, как, ну, как и у репетитора, и так далее. Продвинутый коуч и за час никто ничего не берет, это все бред, берется за проект. Друзья, и вы, если вам придется стыкаться с коучем, или сами, если вы захотите работать коучем или консультантом, то настоящий коуч или консультант берет деньги за проект, за процент от позитивного изменения условий клиента. Об этом, конечно, это тема отдельного видео, а не за час, за полчаса. Если брать за час, за полчаса, то, естественно, коуч или консультант заинтересован, чтобы их взаимодействие длилось вечно, годами. А плен заинтересован, чтобы оно длилось три раза. Вот, и все. В результате абсолютная расстыковка этих желаний, ну, в результате какого-то консенсуса редко достигают. Итак, друзья, я вам желаю успеха в жизни, реализации ваших целей, которые вы себе, надеюсь, поставили. Все-таки лучше, наверное, к чему-то стремиться, да, о чем-то мечтать, чем ни к чему не стремиться, ни о чем не мечтать, хотя нам с вами решать, вам решать, мне решать, кому-то еще решать. С вами был Дмитрий Коробенко. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok